Областной бюджет будет социально ориентированный и бездефицитный. Он рассчитан в первую очередь на поддержку здравоохранения, образования и сферы ЖКХ. Поправки были укроплены. Они были проанализированы таким образом. Если касается здравоохранения, то что же это такое. Строительство поликлиники или ремонт поликлиник, ФАПы и так далее. Все было отработано очень серьезно. Я очень доволен работой депутатов, работой представителей исполнительной власти, министерства и министров лично. Общий объем доходов областной казны на будущий год составит почти 185 миллиардов рублей. Из них 70% пойдут на социальные расходы. Кроме того, регион может рассчитывать на поступление из федеральной казны. Речь идет о 35,5 миллиардах рублей в следующем году, почти 42 миллиардах в 21-м и свыше 43 миллиардов в 22-м. В корректировке бюджета активное участие приняли все фракции губернской думы. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить губернатора за то, что основная часть наших, большая часть поправок фракции «Единая Россия» были поддержаны. Это на 2020 год 1 миллиард 360 миллионов. Надо отметить, что особенностью вот этого продвижения такого, которое мы увидели, когда практически многие поправки депутатов и фракций и комитетов были поддержаны, связаны с тем, что правительству области удалось в этом году привлечь беспрецедентные средства федерального бюджета. За успешную реализацию национальных проектов федеральное правительство отметило лучшие регионы. По объему дополнительно выделяемых средств Самарская область заняла первое место в ПФО и четвертое по стране. В следующем году регион получит почти полтора миллиарда рублей. Как потратить эти средства будут решать вместе с жителями. Высокую оценку работе губернатора Дмитрия Азарова правительство Самарской области и всех жителей региона поставил президент России. Поскольку эти средства не целевые, поскольку эти средства являются поощрением региона за успешную работу и развитие, считаю, что поскольку эта задача, эта цель достигнута, этот результат вместе со всеми жителями Самарской области, то и распределение этих средств должно быть организовано таким образом, чтобы мы смогли выслушать мнение людей и учесть его. С 2020 года каждой семье, где родился первый ребенок, будет вручаться подарочный комплект с необходимым набором детских принадлежностей на сумму 10 тысяч рублей. Кроме того, дополнительные средства по 200 миллионов рублей в ближайшие три года будут выделяться на обеспечение жильем детей-сирот. Увеличат и расходы на питание пациентов в больницах. На эти цели планируется ежегодно направлять по 106 миллионов рублей. Продолжение следует...